Не забывайте подписываться на канал, нажимать колокольчик и ставить лайки видео. Новости каждый день. Она по цели прославилась в борьбе с 1955 по 1959 год за свободу Родины. Муниципалитет подчеркнул ее вклад в происходившие здесь политсобытия, неоценимый вклад в литературу, поэзию и искусство, но особенно в сохранение памяти о Керении с помощью содержательных и ценных литературных работ. Печать ее горького опыта в роли беженца отражена в ее литературных произведениях, особенно в ее мемуарах под названием «Беженка в родной стране», где она символически идентифицирует себя как женщину из Керении. Поделились соболезнованием в Министерстве образования. Она также посвятила себе борьбе за освобождение оккупированных территорий и всеми силами и средствами боролась. За возвращение в город, который она так любила, отмечается в публикации, Рина Кацели родилась в городе Керении на севере Кипра в 1938 году. В конце 50-х вступила в ряды национальной организации кипрских бойцов, которая вела борьбу против британского владычества на острове из-за присоединения острова к Греции. В ходе противостояния колониальной власти на один месяц поместили ее в тюрьму. После обретения кипром независимости в следующем году она вышла замуж и родила детей от политического активиста Стелиоса Кацелис, из которым она была замужем до 1993 года, продолжая свою писательскую карьеру. В 1981-м стала первой кипрско-греческой женщиной, работавшей в Палате представителей Кипра. В период с 1959 по 2010-й написала около 36 пьес, а также короткометражных радио- и телесериалов, а также 9 романов, самая известная из которых Галадзия Валания, 1978 года. В 2010-м Кацели получила премию Республики Кипр в области литературы, искусства и науки. Кацели начала участвовать в любительском театре в 1958-м, став постановщицей и актрисой в опере Мольера «Буржуа из Язычников» в Кирении. В следующем году она написала и сыграла свою первую пьесу. В период с 1959 по 2010-й она написала около трех дюжин пьес, а также короткометражных радио- и теледрам. Ее творчество стало получать все более признание. В 1962-м Кипрская организация по развитию театра поставила пьесу «Оана Ксиос», а в 1970-м был опубликован семитомный сборник ее пьес под названием «Десять лет театра» 1959-69-го. В 1973-м Кацели основала издательство Криса Политиса. После того, как она покинула Кирению, в следующем году театральная организация Кипра и в Никосе поставила несколько ее пьес, в том числе «Ксенитею» и «Этрели Гягия». Ее работы также исполняли Театр Энна и Национальная Академия Драматического Искульства Сильвио Домико в Италии. В 2018-м ее книга про фугас «Стонтоп Муа» была опубликована в английском переводе «Armida Publications», как «Легенда Кирении», «Жизнь и время Костаса Кацелеса». Другие работы доступны в английском переводе, включают роман «Галадзия Фалания», переведенный как «Блю Уолл» и ее мемуары «Refuge in my Homeland, Cyprus 1974». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова